Доброе утро, дорогие друзья! Итак, недельная глава Шафтим и Ходыш, Рош Ходыш Илул, наконец-то! Мы говорили о Илули, о его традициях. Сейчас начинают трубить шафар каждый день. При написании письма теперь или при встрече с кем-то принято в заключение говорить Ктима Вахатима Тава, хорошего года. К утренней, после полуденной молитвы Минха добавляется в 27-й псалом и тогда самого Роша Шана. Будучи месяцем самопроверки, месяцем предсудебным, Илул это чудесное время, чтобы отдать Филин Мезузы на проверку Соферу и удостовериться в их кошерности. Теперь о недельной главе. Раби Яханан сказал, что со дня, когда разрушен храм, пророчество ушло у пророков и было отнято глупцам и детям. Мы не можем быть уверены в том, что имел в виду точно Раби Яханан. Возможно, имел в виду, что дети, то, что называют дураками, иногда видят то, что не видят другие. Мы знаем сказку Ганс Христиана Андерсона, знаменитая история. Часто бывает так, что король голый, а мы этого боимся сказать, потому что мы такие взрослые. Но чтобы понять Илулы, то, что мы сказали, давайте короткую притчу расскажу. Как-то праведник был Исахар доф из Бельза. Он сидел в окружении хасидов, рассказывал историю двух крестьян, которые были соседями, друзьями, возделывали землю вместе, выращивали коз, доили коз, сбивали молоко и ездили раз в месяц на ярмарочный день для продажи товаров. Однажды они летом встали, утром пораньше, взяли свой товар, поехали в город, продали все, большая прибыль. У каждого было по мешочку с деньгами такими, и они повернулись, едут к своей деревне. Солнце, жарко, и вот они сказали, тут и светвистое дерево, давай вдохнем под ним, прежде чем предложим путь. Пришли они, а что делать с деньгами? Пригляделись, никого нет, кругом опасность, может какая. Второй говорит, да нет, а вон коровы там какие-то, вдруг они проглотят наши мешочки с деньгами. Ну, решили привязать мешочки к дереву, потому что коровы же не летают, и успокоились, загрузились, в солнце легли, спят. Но рядом был мальчик-пастушилок, он увидел тихонечко издалека это, они его не видели, присмотрелся, понял, что произошло, и решил, что наконец, вот теперь он станет богатым. А потом он испугался, когда проснутся, крестьяне, они увидят, что мешочков с деньгами нет, начнут искать вора, найдут его, и у него возникла идея, решил ее попробовать. Он спрятал деньги себе в карман, мешочки набил навозом, коровьим, подкрался к дереву, повесил мешочки, сам вернулся за кусты и стал смотреть. Спящие пробудились, смотрят наверх великолепно, все, успокоились, мешочки висят, все хорошо, никаких проблем нет. Ну, покушали немножко, да, ну, решили продолжать путь. Потянули к мешкам, смотрят мягенькие, открыли, а там коровий навоз, запах коровий навоз, стали обзираться, кругом не души, лошади, коровы пасутся, лошадь их, крестьяне стоят и смотрятся, переводят, гад с мешочками. Нет никакого сомнения, говорит один, это коровы, потому что вот коровы, вот навоз. Второй говорит, а с каких пор коровы лазят по деревьям, как они могли развязать мешочки, и почему съед деньги они наполнили мешочки навозом. Странные коровы, сказали они, продумали и, ну, примирились своей пропажей. Ну, хасиды смотрят, улыбаются, наивности, глупости крестьянина, только как бы сын самого Арон из Бельза, он стоит и белого цвета возле отца его. Один обращается к нему, все смеются, почему ты такой серьезный? Почему я серьезный, спрашивает он? Я не понимаю, как вы можете смеяться. Мой отец произносит перед вами такие острые слова на нравоучение, а разве можно улыбаться? Ведь все это происходит с нами. У нас в руках есть огромное сокровище, наши планы, проекты на год. Мы строим замыслы, предпринимаем действия. Потом, к сожалению, и все происходит иначе. Колесо судьбы переворачивается. Мало того, что мы не зарабатываем и теряем. Открываем мешочки своих надежд, своих планов, а там навоз. И мы удивляемся и не можем понять. Смотрим вокруг их, смотрим, видим коровы. Да, теперь все ясно. Хотя не все люди, не все. Коровы не лазят по деревьям, не едят монеты. Что такое делать? Коровы – это только притча. Конкуренты навредили, там враги какие-то, партнеры, условия рынка, банки, муж плохой, жена плохая, дети плохие, враги, друзья. Все это, все всегда есть на кого свалить вину, хотя не все понятно, но зато есть объяснение. Мы не понимаем, что там не есть коровы и обязательно есть пастух. Не коров, надо было сказать, пастуха. Не понимаем, что пастух действует. Он творит и будет творить все на земле. Он пользуется разными коровами как средством. Наши пожитки в его руках, наши жизни в его руках. И когда мы будем твердить, продолжать, что всем управляет природа, случайность, мы как вот эти вот крестьяне. Понимаете? Так написано в этой великолепной притче. И вот когда мы поймем, что всем управляет хозяин на земле, все станет значительно меньше и легче станет на места. И сегодня в преддверии месяца, вот когда начался Элул, у нас просто другого выхода нет. Все остальное будет неправильным решением. Браха вы от слуха.